Вы на этом видео, скорее всего, потому что вас заинтриговал этот заголовок. Как правильно гуглить? Что такое искусство поиска в интернете? Как правильно искать информацию? Как, главное, быстро в интернет-паутине находить те решения, которые вам максимально нужны? В этом видео я расскажу, как правильно пользоваться поисковиком, в частности, в Google, как это делать успешно и как это делать так, чтобы это вам, в первую очередь, приносило успех в карьере и в любой другой деятельности. Поехали! Поисковая система Google достаточно известна, наверное, каждому. Наверное, не существует таких людей, у которых есть компьютер и про Google не знают. Я таких знаю единиц. Если вы таких знаете, напишите, конечно же, в комментариях, будет забавно обсудить. Так вот, Google действительно это серьезный, крупнейший поисковик, который существует сейчас в интернете. Это феномен фактически, феномен, поправьте меня тоже, который по факту шествует по планете и является полным монополистом, за исключением одной единственной страны. В Российской Федерации в данный момент Google и Яндекс ведут такую ожесточенную борьбу за первое место. И не всегда успешно. То есть иногда и Google уступает Яндексу, и наоборот. Там за этой баталией довольно забавно смотреть. Но во всех остальных странах Google доминирует по полной программе. Действительно подавляет все остальные поисковики, какие бы они ни существовали. И, конечно же, весь контент мы ищем в Google. Давайте же немножко поговорим о цифрах. Немножечко историй. Google был создан в 1996 году. Его создал Ларри Пейдж и Сергей Брин, студенты Стэнфордского университета, как поисковую систему, которая искала по ключевым словам документы. И через три года уже эта система за месяц обработала 50 миллионов страниц. Забавно, что уже в 2012 году это же количество страниц он обработал за одну минуту. То есть в 43 тысячи раз практически быстрее. И в этом же году Google обогнал Facebook. На то время очень популярный сайт, который фактически был лидером по посещаемости. Также следует знать, что с момента создания до... То есть спустя практически 15 лет Google развила Android. И которое фактически заняло большую площадь покрытия рынка. И на сегодня она очень сильно потеснила iOS. Android занимает практически более 80% всего трафика. А она, наверное, на сегодняшний день гораздо больше. И теперь небольшие интересные факты, на которые я бы обратил внимание. В первую очередь, что любой запрос в Google проходит 2400 километров от пользователя в дата-центр и обратно. Во-вторых, каждый запрос пользователя обрабатывает тысячи компьютеров в течение двух десятых секунды. В 2006 году загуглили за год 200 миллионов запросов. А всего лишь через 6 лет это число увеличилось в 6 раз. Ну и, конечно же, забавный факт. На сегодняшний день Google обрабатывает около 3,5 миллиардов запросов в день. Это число можно проверить, если зайти на один из сайтов и увидеть, как количество запросов просто растет на глазах. Вы можете удивиться и посмотреть это сами. Но сейчас мы пойдем рассказывать, как действительно можно не утонуть в этой паутине и научиться правильно искать. Окей, вы скажете, Николай, чем вы нас удивите в Google, как здесь можно искать? Ну и, конечно же, вы сами понимаете, что здесь можно писать не только ключевые слова. В первую очередь, давайте поищем что-то по нашей теме, допустим, по продвижению сайта. Ну, как вы понимаете, да, выдача, само собой, выводит все, что мы видим. То есть здесь непосредственно можно обратить внимание на все элементы. Но мы заходим непосредственно в инструменты. И видим, что здесь есть какие-то дополнительные настройки. Наверное, многие на них обращали внимание, но никто ними не пользовался. Сейчас переходим непосредственно в сами настройки поиска и здесь изучаем все, что мы видим. В первую очередь, здесь мы можем увидеть, что есть довольно-таки много необычных функций. В первую очередь, функция безопасный поиск защитит вас от adult контента. Ну, то есть тот контент, который не применит сексуального характера. То есть, например, для детей можно настроить по умолчанию безопасный поиск на их профиле. Я, например, гуглю 50 запросов, чтобы было на странице. По умолчанию стоит 10. То есть та самая заветная топ-10. Они стоят. Третий вариант, например, можно сделать, озвучивать при голосовых запросах результаты поиска. По умолчанию стоит эта функция, но мы ней не пользуемся. По, само собой, по поводу выбора региона, вы тоже можете понять, что можно выбрать конкретный регион. Никто не запрещает выбрать конкретный регион и искать по конкретному региону. По умолчанию стоит текущий. На текущий момент можно перейти, посмотреть таргетинг по конкретным языкам. А, это даже нет, это таргетинг, это настройки. Не путать, да? То есть, вы оказываете результаты поиска, это здесь. Это продукты Google, а здесь настройки результатов поиска. Теперь смотрим, возвращаемся обратно. Здесь кое-что есть еще. И вот этот пунктик никто не знает. Непосредственно расширенный поиск. В этом расширенном поиске здесь открывается для вас очень много необычных функций. Многие для вас могут быть известны, а некоторые нет. Например, если мы искали вы, как обычно, по запросу продвижения сайта, вот как видите, это заполняется в первом слове. Если мы ищем непосредственно словосочетание, ну то есть, когда слово продвижение сайта будет идти вместе, то есть, само собой, мы ориентируемся на конкретное словосочетание продвижения сайта. То есть, например, если мы будем искать так, это то же самое, что взять фразу в кавычки. Что такое кавычки? Это когда мы ищем конкретную фразу, неразрывную конкретную фразу. Третий момент с любым из этих слов. То есть, если, допустим, мы запишем продвижение OR сайта, выглядит это, конечно, а, здесь надо просто продвижение сайта мы пишем, оно использует такую подстановку OR, пробел OR и два слова. Это значит, что он будет показывать выдачу либо со словом сайта, либо со словом продвижения. Он будет выбирать наиболее релевантные запросы по своей логике. Если, конечно, постоянно задавать вопросы, можно рано-познанно эту логику создать. Например, можно сделать без слов. Продвижение сайта и здесь, допустим, ссылками. Мы исключим слово ссылками. Это делается через оператор минус. По поводу всех этих операторов, конечно же, мы более того детально расскажем в следующей статье. Например, мы можем увидеть в выдаче всевозможные элементы. Можем исключить, допустим, продвижение сайта Яндекс, например. Мы можем исключить из выдачи любое упоминание слова Яндекс. Например, как сделал я это здесь. Здесь будет все, весь контент, где не упоминается слово Яндекс. Вернемся в обратно. И увидим с диапазоном чисел. Например, если вы ищете что-то связанное с, допустим, по каким-то ценам, да, можно удобно искать по числам. То есть, если оно найдет числа в контенте, можно сделать так, чтобы числа не превышали какое-то определенное значение. И таким образом оно исключит контент, который, точнее, он включит тот контент, где фигурируют определенные числа. Например, когда вы ищете айфоны, да, там 32-64 гигабайта. Он вот на них и будет ориентироваться, на эти числа. По поводу поиска языка. Само собой, здесь выбор языка, на котором мы ищем. Страна, в которой мы ищем. То есть, например, мы можем поискать продвижение сайта. Давайте поищем в Беларуси, да, она конкретно на русском языке. Выведем выдачу и увидим сайты по Беларуси. Нам не нужны никакие плагины, ничего. То есть, просто делается через эту функцию. Поэтому, если вам нужно посмотреть выдачу какого-то конкретного региона, это делается очень просто. Просто выберите нужный регион. В непосредственно в расширенных настройках. Расширенного поиска. Как видите, это сделать довольно-таки легко. Более того, есть следующий пункт, который мы активно используем. Это дата обновления. Например, вы можете выбрать контент, который публиковался за последний месяц. То есть, можно выловить. И кто писал последние статьи, либо создавал последние страницы за это время. Вот, как вы видите, это выводится сразу автоматом дата. И вы можете посмотреть, какие странички появлялись недавно за этот период времени. Например, для мониторинга. Чем больше вы сужаете результаты, тем меньше обычно выводится результатов в поиске. То есть, как вы видите, их не так уж и много. То есть, если перейдем на последнюю страницу, я увижу, что всего тут три страницы. То есть, даже если на третью страницу перейдем, вот она последняя. То есть, это где-то до 150 вариантов поиска результатов. То есть, что, в принципе, очень удобно. Переходим дальше, в расширенные настройки. И обращаем внимание. То есть, есть понятие показывать безопасный поиск. Здесь же он дублируется, функция настраивается. Расположение слов. Вот это очень важно. Где угодно на странице. Например, вы можете для удобства искать ключевые слова по заголовкам, чисто по контенту, в теле URL и в ссылках. Например, непосредственно в ссылках на конкретную страницу. То есть, я могу вывести и буду искать конкретные ссылки, которые есть. То есть, по этим запросам. Продвижение сайта с ссылками. И вот мы можем поискать эти анкоры. То есть, в принципе, даже можно выловить конкретные анкоры. Можно легко проверить. Давайте поищем все в анкоре по нашему брендовому запросу. Кто ссылался на нас непосредственно. Понятно, что SEO Quick, SEO Quick, SEO Quick, все анкоры. Вот смотрим. Результат я могу выловить, что кто-то делал на меня анкор. Не вижу. Анкора не наблюдаю. Ролики, ролики, ролики. Забавно. Поищем сейчас еще раз. Давай расширенный поиск. SEO Quick. В ссылках на страницу. За любое. Пожалуйста, давайте. На любом языке. Да, я не робот. Учтите, что если вы часто гуглите, Google может заподозрить, что вы спамер. Да, и, конечно же, будет ругаться. Вот, в принципе, вот работа UA можно проверить. Тут должен быть анкор. Ага, я понял. Он распознает анкором логотип. Есть так, SEO Quick. Есть так, SEO Quick. И того, как мы видим, что-то он, конечно, в этом плане, all-all encore, он немножко ругается. Мы сейчас разберем все эти поисковые операторы более детально. Есть ссылки на страницы. Есть в URL, например, можно поискать. Соответственно, где в URL присутствует слово SEO Quick. Ну, собственно, мы увидим все страницы, где в URL присутствовал SEO Quick. Их не так уж и много, кстати. Меня вот удивляет, что он ставит пробел. Потому что если я пробел убираю, результат от переменами слагаемой не меняется. В URL SEO Quick, например, мы вот искали. Вернем обратно продвижение сайта. Так, и здесь мы видим все страницы, которые используют данный анкор. Ну, как вы понимаете, это все, конечно, классно. Но скажите, Николай, как это можно использовать? То есть, окей, он умеет так искать. Там по заголовку, например, можно поискать продвижение сайта. То есть, он будет искать не только заголовки, а не только контент, что тоже прикольно. Или, например, мы сейчас поищем вот в тексте, чисто в тексте. Как мы можем увидеть, сейчас выводятся сайты, у которых не обязательно фигурирует продвижение сайта в тайтле. Конечно, это будет нормально, что он будет фигурировать, но не во всех. Ну, кстати, забавно, что это, в принципе, конкурентный такой запрос. А давайте, допустим, металлопластиковая труба. Забавно, что так, что так. В принципе, он не ранжирует по-другому. То есть, что all in text, что all in title везде совпадает у нас. Ну, кое-где не совпадает. Например, вот на этой позиции мы можем увидеть, что тайтлы не всегда совпадают. Ну, в принципе, функция работает, но приоритет все равно отдается тайтлу при ранжировании. Поэтому тайтл важнее всего. Тайтл, говорится, король. Для удобства можно, например, искать на конкретном сайте. Например, можно поискать на wikipedia.org. Что такое продвижение сайта? То есть, ага, я забыл убрать all in core. И можно найти, где встречается продвижение сайта на wikipedia.org. Если мы возьмем его фразой, зайдем еще раз в настройки, расширенный поиск. Здесь вставим слово «сочетание» и увидим, где встречалось продвижение сайта. Ага, он я не нашел на wikipedia. Такое словосочетание на wikipedia не отсутствует. Ребята, кто хочет на wikipedia, пишем статью. На самом деле поищем слово «seo» на wikipedia. Как мы видим, мы нашли на wikipedia только словосочетание «seo», «seo», «seo». Странички по «seo» по такому ключевому запросу не существует. Кстати, очень забавно. Почему? Да, реально такой странички нет. Удивительно. Итак, как мы видим, есть инструмент расширенных действий, расширенный поиск. Здесь, в принципе, можно искать все. Тут даже можно искать по лицензии определенные, искать конкретный формат файлов. Да, кстати, по поводу файлов давайте-ка поищем какие-то любые статьи в формате PDF по «seo». Смотрите, я могу найти все файлы по ключевому слову PDF-ки. Например, я вот нашел какую-то книжку. Смотрим. Потратил время, нашел книжку. «Московский экономический журнал за 2019 год». Как мы видим, при желании можно выловить все, что угодно. То есть можно даже найти там название книги, там, не знаю, «Преступление». «Наказание». Угу, угу, угу. Ну, мы так его и не нашли пока. Как мы понимаем, скорее всего. Есть просто какие-то любые документы. Но при желании, конечно, можно книгу найти, если она не защищена авторским правом. Да, кстати, этот момент тоже нужно учитывать, когда вы ищете любой контент. Если его нельзя скачать, вы как бы старались, вы иногда просто можете его не найти. Смотрите, какие типы файлов существуют. Можно сказать, PowerPoint, доки. Ну, конечно, больше всего в интернете как раз PDF. Без шуток PDF гораздо больше. Других видов файлов гораздо меньше. Shockwave в том, что точно трудно будет найти. Доки, RTF тоже встречаются довольно часто. В принципе, PDF, доки, RTF в интернете найти не трудно. Итак, как вы поняли, расширенный поиск позволяет искать, даже комбинировать определенные методы для поиска свежего контента. А можно ли это делать как-то проще, либо вообще там еще быстрее при помощи простых записей в поиске и получать те же самые результаты? Конечно же, можно. В принципе, вы заметили, что если я выбираю какой-то из вариантов, какие-то слова берутся в кавычки. Где-то добавляется оператор OR, где-то добавляется минус. То есть, если проследить, как говорится, за руками, можно запомнить последовательно, что за что отвечает. И поехали. В первую очередь изучаем вот эти простейшие операторы. Оператор кавычки отвечает за порядок слов. То есть, если вы написали, допустим, из Москвы в Киев, то он будет искать контент, если вы его взяли в кавычки из Москвы в Киев. Не наоборот. Перестановка слов здесь не сработана. Если же вы кавычки не используете, он будет искать как в одном направлении, так и в другом. Конечно, приоритет Google будет отдавать именно первоначальному вашему порядку. Все-таки он не настолько тупой. Но, когда контента трудно найти, его мало, то учтите, что иногда точечное соответствие помогает найти сразу нужный результат. Второй момент, на что я бы обратил внимание, это, конечно же, поисковый оператор минус. Если вам нужно исключить из контента лишние слова, яркий пример, банально, вы хотите посмотреть Джокер, допустим, комиксному персонажу, и вам нужно отминусовать фильмы, то есть мультфильмы, то есть игры. То есть, вы все это ставите через минус. Фильм, мультфильм, игра, то есть компьютер. То есть, вы прописываете в этом запросе через минус ненужные слова. Таким образом, вы сеете выдачу и находите только то, что вам нужно. В-третьих, конечно же, это поисковый оператор OR. Когда иногда вам трудно перечислить все варианты выдачи, то есть вы не знаете, как оно правильно пишется, какой-то очень узкий термин, не широкий, какой-то очень узкий термин, вы можете написать их, условно говоря, как будто через запятую, но только поставив оператор OR. Google отдаст приоритет любому варианту, если встретится хоть хотя бы один раз одно из слов. А теперь переходим к более сложным операторам, которые, конечно же, следует запомнить, как они пишутся. Ну, как вы видели, через расширенный поиск их выловить очень легко, но сейчас мы разберем каждый из них. Первое, что мы научимся искать непосредственно в Google, это контент для перелинковки. Это простейший оператор, сайт, двоеточие и, конечно же, ваш сайт. Например, мы зайдем на этот оператор и мы увидим ситуацию следующую. Он говорит, сколько страниц у нас в индексе. Если же этот оператор задать в Яндексе, можно сравнить количество страниц в Яндексе и отличие в индексации. Кто пользуется этим трюком, поставьте лайк или напишите что-нибудь в комментарии. Да, пользуюсь. Но я сейчас расскажу вам, как делать перелинковку непосредственно по этому сервису. Допустим, я хочу перелинковать слово Ahrefs. Да, есть такой классный сервис, я по нему писал обзор. Я ищу слово Ahrefs непосредственно в контенте. И сейчас я вижу, вот моя основная статья Ahrefs посвящена обзору этого сервиса и все остальные страницы, их 39 страниц, где встречается слово Ahrefs. Что мне нужно сделать? Мне нужно найти упоминание слова Ahrefs непосредственно на контенте страницы. Ahrefs. И сделать, соответственно, ссылочку. Чем? То есть я должен не полениться и каждый раз в контенте это слово упомянуть. То есть берем дальше, ищем Ahrefs. 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 Моя страничка. Проверяем. Ищем. Ahrefs. Моя страничка. Мы видим внизу в уголочке, что я сижу на той самой страничке. Смотрим дальше. Кластеризатор. Ну, здесь он у нас не в виде ссылки, к сожалению. Здесь нам некуда эту ссылку вставить. Смотрим дальше. Ahrefs. Смотрим дальше. Ahrefs. Все есть. Все ссылочки перелинкованы. То есть таким простым методом я могу найти нужный мне анкор по семантическому ядру и перелинковать его между собой. Следующая задача, например, у меня будет продвижение сайта. У меня есть главная, да, и у меня есть страничка, там, комплексное продвижение сайта. Она сейчас в данный момент на верстке, да, там, и там кейсы. То есть и мне нужно будет найти везде анкор продвижения сайта и перелинковать его с основной страницы. То есть все, что мне нужно сделать, это перелинковать конкретно страниц. Например, настройка контекстной рекламы. У меня есть страница услуги. Ой, надо же, мы в индекс попали по такой странной страничке. Ее нужно будет перелинковать. Странно. Вот есть страничка. Неплохо было бы. Ну, ты представляешь, я тебе нашел такой косяк. Вот. Есть страничка контекстной рекламы. И непосредственно вот эту страничку мне нужно будет перелинковать между всеми остальными страничками, где у меня встречается это словосочетание. В этой страничке. Ага, вот мы сюда попали. В этой страничке. На этой страничке. О, надо же. И на этой страничке мы попали. Это все редиректы. Это все Google еще пока редиректы не исправил. Смотрим портфолио. Портфолио точно так же настройка контекстной рекламы. Есть ключ. Где-то он его видит. Создание и продвижение форума. Здесь тоже есть настройка контекстной рекламы. Вот, пожалуйста. Здесь вот нужно будет перелинковать. То есть, простейший способ найти нужные ссылки непосредственно. Нужные якоря для перелинковки просто можно прямо в Google. Конечно же, можно сделать это, если сайт не индексирован, можно делать это через какие-то плагины, через какие-то сложные системы. Но если уже сайт в индексе, и вам ваша задача навести порядок в контенте, перелинкуйте его непосредственно через этот простейший поисковый оператор. Я считаю, что любой начинающий SEO-шник, джуниор, который только-только начинает работу по своему сайту, должен про этот трюк знать. Если вы про него знали, напишите в комментариях. А если вы делаете перелинковку другим методом, напишите мне тоже в комментариях. Хотелось бы услышать альтернативные мнения. Мы все комментарии сохраняем, на все комментарии отвечаем. Это само собой разумеется. Следующий поисковый оператор, который я бы обратил внимание, я бы даже сказал не поисковый оператор, это поиск по определенной дате. То есть я называю вот здесь, нажимаем инструменты, и здесь можно искать за определенные даты. Например, я хочу узнать свежие новости по запросу, допустим, продвижения сайта. И выбираю все, что есть свеженькое за неделю. И могу увидеть тот контент, который появился совсем недавно. Следует помнить, что часто может вылазить все подряд, поэтому чем уже берем тему, тем проще выловить что-то. Например, свежие блоги можно проверить, что менялось на свеженьких блогах по запросу. Чем более среднечастотный такой запрос, тем, конечно, лучше всего его вылавливать. Например, что-то я хочу по теме WordPress. Я могу прекрасно понимать, что полезет все на английском языке, поэтому я могу сузить и оставить только на русском. И смотреть все исключительно на русском языке, все, что выходило свеженькое по этому тему. То есть кто что писал. То есть если я слежу за какой-то темой, мне проще всего отслеживать выдачу, непосредственно, что появляется новенькое. Но если вы хотите заниматься стратегией тонкого контента, вы должны знать про классный трюк, как искать контент, который уже давным-давно устарел. Конечно, искать за определенный период. Мы выбираем нужные даты, допустим, с такого числа, по такое число, допустим, с 2009 года, по 2016 год. И смотрим любую статью. Просто на любую статью. Вот я вижу статьечку. В чем разница между WordPress.com и WordPress.org? Ну, вроде бы скажете, Николай, типа, а зачем это нужно? А если я имею способ проверить позиции конкретной страницы, допустим, да, то есть если я могу проверить позицию конкретной страницы, либо трафик конкретной страницы, то есть если она ранжируется, то я могу по этой странице написать статью и забрать в этой странице трафик, потому что она до сих пор в топе на сегодняшний день. То есть любой мониторинговый сервис, который говорит позиции страницы, и вы с легкостью можете найти ту статью, которая ранжируется в данный момент, забрать ее трафик, написать такой же самый контент. Как вы видите, он здесь не очень длинный. Есть сервисы для проверки контента. Давайте проверка длины контента. Любой сервис. Господи, давайте зайдем на Text.ru, и он скажет нам длину контента. Так, 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 так. А здесь надо вставлять текстом. Ну, можно текстом. То есть мы берем нашу статью. Кстати, кто пользуется какими сервисами, напишите, пожалуйста, тоже в комментариях. Было бы очень неплохо увидеть, кто какими сервисами пользуется, для каких целей. То есть нам даже ничего не надо проверять. Мы видим, здесь 622 слова. То есть коротенькая статья на почти 4000 символов. Что это значит? Написать такую статью, может любой копирайтер буквально за 2-3 часа. И таким образом берем эту статью, пишем по этим ключевым словам непосредственно статью. Делаем акцент на эти анкоры, перелинковываем ее у себя между собой. Делаем перелинковку внутри сайта. И получаем статью, которая занимает топ и принимает определенную долю трафика. Как бы частотность есть, можно забирать. Главное, чтобы, говорится, выбирать те статьи, у которых частотность повыше, и делать их у себя. На что мы упираемся? Само собой мы упираемся в эту особенность. Кстати, в прошлом видео меня спросили, это по скриптам, такой для подписчиков, извините, что перебиваю в топ, как проверить качество ссылок. Например, вот есть сайт, и вы хотите проверить качество ссылок. Хорошие ссылки или плохие. Если вы заходите в сайт-эксплорер, вы всегда можете проверить бэклинки любого сайта. Это очень просто. Мы заходим в раздел «Бэклинки». Не домины, лучше «Бэклинки». И здесь мы можем увидеть, какие бэклинки делались на какой сайт. То есть мы можем увидеть, какой анкор, какой бэклинк. И самый ключевой параметр для меня – это рейтинг ссылки. URL-рейтинг. То есть у Ahrebs в этом плане все очень неплохо, он позволяет проверить URL-рейтинг. Но я всегда смотрю на вот это значение. Если страница, которая ссылается на вас, имеет в поиске огромное количество ключевых слов, то ее видимость очень высокая. За счет этого у этой страницы высокий трафик. Вероятность, что кликнут в вашу ссылку довольно высока. Еще надо проверять, конечно, позицию ссылки и, само собой, по каким анкорам она продвигается. То есть я бы обращал внимание именно на вот эти циферки. Эта циферка является ключевой. И, в принципе, если вам удастся повзаимодействовать с этими площадками, с которыми вы работаете, то есть откуда вы получаете трафик, допустим. Вот это 8PUA, это, конечно, конференции. То есть они на них сослали. Здесь коммерческие ссылки, которые есть. То есть видно, что она коммерческая. Вот есть ссылка некоммерческая. Мы видим размеры постельного белья. И вот эта ссылочка идет по этому анкору. Как мы видим, у них есть этот анкор на этом сайте. Сквознячок такой, как мы любим говорить. То есть проверять качество ссылок можно непосредственно этим простейшим методом. Едем дальше. Таким образом, можно, как я и показал, искать непосредственно контент. Следующий тип поиска, который мы обычно используем, это All in title. И ищем запрос, допустим, продвижения сайта. Сайтов Новосибирска. Давайте возьмем такой запрос. Сколько таких сайтов в индексе Google? Ну, давайте проверим. Так, ну, у меня выдачу забило 50 элементов. Ну, чуть меньше 50 элементов. Как вы видите, конкуренция даже по этому запросу в Новосибирске довольно высока. То есть, если мы возьмем Челябинск. Кстати, ранее Google удобно выводил количество. Сейчас не для всех результатов. А, сори, количество спрятано. 103 результата по этому title. Что это значит? Это значит, что таким методом можно проверять конкуренцию. То есть, точное совпадение запроса в title гарантирует того, что... То есть, если это число здесь меньше 10, это гарантирует то, что попадание четко в этот title приведет к тому, что, вероятнее всего, вы покажетесь в топе. Есть множество клиентов, которые говорят, я создал сайт, чуть-чуть там поработал, подшаманил и получил топ. Класс! Почему типа так получилось? Почему я в топе? На самом деле, по простому принципу, это как книжки класть... Ну, вот у вас есть библиотека, библиотечный шкаф, и вы кладете книжки в нужные полки. Если эта полка в данный момент свободная, вы ставите свою книжку, и ее будет видно. Но если уже полка занято, вы со своей книжкой вынуждены кого-то выдвинуть, чтобы кого-то вставить. И здесь простейший трюк по определению конкуренции в SEO, это проверить конкуренцию конкретного ключевого запроса. Просто пробейте ваш ключевой запрос вот таким вот оператором, и посмотрите, какое количество вы видите. Я это рассматривал в прошлом видео, когда собирали семантическое ядро для велосипедов. Таким образом, простейшим трюком, через All-in-Title можно проверить конкурентов. Очень удобно и очень просто, и понятно. То есть, если вы ищете низкоконкурентные запросы, то есть с определенным трафиком, то, конечно же, можно опираться на эти значения. Ко мне много приходит клиентов с очень узкими запросами. Даже если банально посмотреть, если вспомнить сейчас кого-то, ну, кто там были, там, водопроводные трубы. Трубы ПВХ там. 42 результата, в частности. А если Львов, то на минуточку у нас всего, вот, собственно, те, с кем я и общался. И на сегодняшний момент мы можем увидеть, допустим, трубы ПВХ Львов, где случаются такие словосочетания, да, мы можем увидеть, где это есть. То есть, если мы возьмем трубы ПВХ Львов, мы увидим, какие сайты ранжируются по этому запросу и какая конкуренция. Но я обращаю внимание, мы чаще всего берем точное соответствие, либо, допустим, вот в таком формате, трубы ПВХ Львов. И мы можем увидеть, какие запросы ранжируются, где встречаются те или иные ключевые слова непосредственно в тайтле. Следует помнить, что приоритет тайтле получают те тайтлы, у которых ключевые слова более компактно собраны. Но если они разобраны в разных, говорится, по всему тайтлу разбросаны, то вы ранжируетесь ниже. Кстати, это простейший трюк проверить ранжирование. Вы можете попробовать записать ключевые словосочетания и посмотреть, в топе находятся какие тайтлы, где ключевые слова более компактно расположены или разбросаны по всему тайтлу где-то в конце, в начале. Да, это тоже нужно обращать внимание. Мы заметили, что это тоже является важным фактором. Первые 3-4 ключевых слова должны однозначно быть максимально приписаны к непосредственно поисковому запросу. Едем дальше. Следующий ключ, который мы обычно используем, это All in URL. И на самом деле, мы его используем очень просто. Мы, когда ищем непосредственно URL, мы иногда ищем URL, где есть такой URL-блог, article и тому подобное. То есть, таким образом, можно отсортировать все сайты. Ох, какое количество, да? То есть, по какому запросу. Ну, допустим, и мы ищем URL-unurl-blog и, допустим, там All in title непосредственно ищем продвижение сайта. И получаем. Сколько у нас всего получилось результатов? А, мы, короче, никого не нашли. Давайте поищем All in title SEO. Он так не умеет искать, надо же. Два оператора, как мы видим, искать не умеет. Но если мы поищем вот так. Так, вроде бы надо наоборот. Да, все правильно. Сначала запрос, а потом уже вот эти операторы. Не следует путать его. Два оператора, я помню, если не ошибаюсь, искать не умеют. Поэтому ищем таким образом. И здесь мы видим, какие запросы. Да, кстати, операторы Google для SEO. Как использовать. Вот и хорошая статейка. Можно на эту тему посмотреть. Как раз мы сейчас сюда и зашли. Операторы before, after. Это то, что мы используем для даты. Вы можете их писать. Можете пользоваться просто таким банальным способом. Но, как вы видите, что они существуют. Некоторые уже не работают. Некоторые устарели. Например, не работает оператор. Синонимы. Я проверял. Синонимы оператора. Вот этот оператор больше не работает. Поэтому, кстати, хорошо, что мы наткнулись на эту статейку. Вот. Вот. Оператор подстановки. Это работает тоже. Кстати, очень важно забыл про него сказать. Допустим, когда мы ищем все сайты по... Допустим, нас интересуют все сайты, которые принадлежат этим. Еду и Орг. Ну, и таким образом мы выбьем все сайты, которые содержат это ключевое слово. И, допустим, мы поищем те сайты, которые принимают scholarship, стипендии. Пожалуйста. Я нашел огромное количество сайтов, которые принимают scholarship. То есть, все сайты Еду и Орг, которые принимают scholarship. То есть, по этой системе мы ищем площадки для размещения ссылок по стратегии scholarship. Простейший трюк по поиску базы. Конечно же, если вы используете инструменты только на русском. Кстати, забавно, что он так ищется. Все страны, допустим, по стране Украина. Мы можем выловить все сайты. Кстати, сколько их у нас? 72 тысячи сайты, которые встречаются с этим запросом. Конечно же, здесь есть трешатина. Но при желании можно все это перебрать. И, само собой, с этим всем можно работать. То есть, я могу нажать, допустим, вот у меня есть такой интересный инструмент. А SERPS, анализ выдачи. Скачать это все непосредственно в Excel. И работать с этой базой данных. То есть, чем больше я выведу результатов, тем лучше. Кого я заинтересовал, как я это сделал? Напишите в комментариях, я вам отвечу. Трюк простой. Здесь есть JavaScript. Я его, скорее всего, может быть, обликую на нашем сайте. Я вам отвечу. Так что жду от вас комментариев. Если вас заинтриговало, как я этот трюк проверну, напишите мне обязательно. Я вам его покажу детально. Здесь нужно сделать обязательно такую закладку. Добавить себе закладку через диспетчер закладок. И добавить вот этот код. Код очень простой. Мы его сейчас покажем. Собственно, очень простой код. Его можно сохранить себе, добавить, собственно, потом непосредственно на сайт. Наверное, я его где-то опубликую. Наверное, на нашем Facebook. Скорее всего, либо в Telegram сброшу на нашем канале, и продублирую и на Facebook. Так что, если заинтересует, обязательно напомните мне, я его вам продублирую. Вот, если вы вдруг потеряете его. Трюк простейший. То есть, фактически, можно выдачу легко спарсить такими методами и выловить те сайты, которые принимают непосредственно scholarship. Это очень классно. Почему? Потому что scholarship ссылки – это единственные ссылки, которые на сегодняшний момент прилично дают результат. Мы для продвижения своего сайта SeoQuick использовали scholarship ссылки. И сейчас я вам покажу, сколько у нас их есть. Вот наша страничка scholarship. Украинская страничка scholarship. Мы сейчас по этой страничке пройдемся и посмотрим, сколько у нас уже есть ссылок на эту страницу. Как мы видим, огромное количество страниц ссылается на scholarship. Вот Вольский институт, Черневецкий. Что это дало? Это дало, конечно, огромный буст нашему сайту. То есть, если вы увидите, мы нарастили огромное количество доменов буквально за определенный короткий период времени. В итоге, обратите внимание на даты с ноября 2018 года. Берем запросы сайта, которые заняли топ месяца. И смотрим. Ноябрь 2018 года. Пошел хороший такой рост. Здесь мы подхватили вирус, но рост до сих пор идет. Scholarship мы закончили где-то в этом периоде времени. То есть, фактически мы уже больше scholar не рассылали. Дальше мы идем, работаем по новой стратегии, по совсем другой. Но, как вы видите, органика довольно-таки нехило начала набирать обороты. То есть, топ-10 довольно быстро пошел в рост. Если взять вообще полностью всю картину, то можно увидеть, что вот ноябрь, вот у нас все низкочастотники перешли в топ-10. То есть, вы видите, органика вроде бы держалась, но все запросы поднялись. Именно выше и вверх. И, соответственно, поднялись коммерческие запросы, что тоже не может не радовать. Именно коммерческие запросы в Ахрепсе можно увидеть. То есть, простейший трюк, а найти-то базу очень легко. Кстати, кому нужна база, напишите в комментариях. Я вам оставлю ссылочку, откуда ее можно бесплатно скачать. Базу данных университетов по Украине и по России, и даже по Беларуси. Так что, если вас интересует, обязательно напишите в комментарии. Все остальные поисковые операторы не буду разбирать. Они довольно скучные. Я постарался более практично рассказать, как мы используем для SEO поисковые операторы. Конечно же, можно использовать их и для разных комбинаций. Да и вообще, я в целом написал статью. Я вам хотел сегодня в этом ролике более практично рассказать, как я это использую для перелинковки, для поиска доменов, для банального поиска статей по тонкому контенту. И, конечно же, банально для стратегии scholarship, чтобы находить нужные вузы, переписываться с ними, общаться с ними, публиковать свои программы scholarship. И таким образом получать ссылки. На этом, собственно, все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте задавать вопросы в комментариях. Обязательно задавайте мне вопросы не только непосредственно в YouTube. Можете в Telegram канал заходить. У нас там постоянно мы любим дискуссии с нашими подписчиками. Также у нас есть подкасты. Кстати, кто любит слушать аудио, записываем подкасты у нас практически каждый день. Так что обязательно слушайте нас, следите за нами. Ну, могу сказать до новых встреч. Если вас интересуют какие-то новые темы для роликов, напишите мне в комментариях. Я постараюсь их разобрать. Статеечку, которую я, собственно, обозревал, я сейчас вам покажу. Это простая статеечка. Вот секреты поиска в Google. Она рассказывает, в принципе, большую часть информации, которую я сейчас вам рассказывал. Показывает на пальчиках, как можно использовать те или иные поисковые операторы, как работают другие трюки. Но она более представлена для новичка. Здесь есть блок «Важные секреты поиска SEO-специалистов». Но эти вещи, которые я рассказал, здесь нет. Поэтому, если вы досмотрели ролик до конца, вы, конечно же, можете прочитать статью и посмотреть, что я там такого еще рассказал. Какие вещи нужно обращать внимание. Итак, на всем. До новых встреч.